Срок действия сертификата после перенесенного коронавируса увеличен до одного года. Переоформление произойдет автоматически на портале госуслуги и будет завершено в ближайшие дни. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе оформляют уже сразу на один год. Нововведение касается всех, кто переболел в течение последнего года. В окружной столице завершился семинар для глав муниципальных образований. В ходе встреч были подняты волнующие жители села вопросы. Завершением продуктивной рабочей недели стала встреча с сельских управленцем с собранием депутатов Ненецкого округа. Подробности далее. В рамках учебно-консультационного семинара с главами муниципальных образований традиционно провели парламентский час и рассмотрели вопросы взаимодействия с собранием депутатов. В рамках комиссии по государственному устройству обсудили вопросы наделением полномочий местного самоуправления в сфере культуры и спорта, так как ранее в соответствии с 95 окружным законом они были переданы на региональный уровень. Мы обсудили вопросы полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления. В 2014 году они были перераспределены и сейчас мы ведем полномерную работу. Какие-то из полномочий мы вернули на уровень района, какие-то полномочия мы вернули на уровень округа. К примеру, это полномочия по обращению с отходами с уровня сельских поселений были переданы на уровень района, потому что эти вопросы сельские поселения сами решать не могут. Кроме того, был рассмотрен вопрос об обеспечении жителей населённых пунктов бензином, так как стоимость за пределами города очень высокая из-за доставки. Её субсидирование пока невозможно. Депутатский корпус на декабрьской сессии хочет направить обращение в правительство РФ с просьбой рассмотреть эту возможность. Ну и кроме этого, мы обсудили, конечно же, один из самых важных вопросов. Это вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами в труднодоступных сельских населённых пунктах. По 89-му федеральному закону, если этот мусор не утилизируется на местах, его необходимо вывозить на полигоны, где он будет в дальнейшем утилизироваться, обезвреживаться. Таких полигонов у нас в округе нет, но в любом случае из сёл этот мусор нужно вывозить. Ежегодно на вывоз мусора из сёл тратится 50 миллионов рублей. Депутаты выдвинули предложение перенять опыт других северных регионов. Например, как сделано в республике Саха-Якутия – мусоросжигательные установки. Одна сейчас есть в селе НЕСТ в качестве эксперимента. Если подобная установка окажется экономически целесообразной, вопрос будет проработан в дальнейшем. Было очень интересно послушать по поводу отходов ТПО, то есть чтобы их непосредственно можно было утилизировать на территории и не доставлять морским путём в город каждый год, каждый один из месяцев. Помимо этого были рассмотрены изменения в бюджет округа на 2021 год, а также план финансового документа на следующие три года. Была затронута и тема реализации региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ненецком автономном округе, а также был подлин вопрос о программе комплексного развития сельских населённых пунктов. Её цель – сохранение 25% жителей на селе от общей численности населения. Программа действует в целом по всей стране, но для привлечения молодёжи нужно развивать инфраструктуру. Мы же говорим о том, что сельским жителям мы оказываем поддержку специалистам, но никто из молодых специалистов не поедет на село, если не будут созданы условия. Ведь это так. Поэтому мы должны комплексно подходить ко всем мероприятиям. То есть мы должны поддерживать их и создавать условия для их проживания. Также были рассмотрены вопросы о воздушных перевозках между населёнными пунктами. Благодаря таким встречам у профильных департаментов и депутатов есть представление о реальности жизни в муниципальных образованиях и какой именно результат дают те или иные решения, принимаемые в городе.